Так, сегодня у нас вторая глава книжки Джега The Impossible, невозможная. Глава называется «Гиперинтенсиональность». Она начинается и вся, в общем-то, посвящена проблеме логического всеведения. Ну, эта проблема достаточно известна, но тем не менее я кратко расскажу, в чём она состоит. Значит, с точки зрения семантики возможных миров, содержание предложений представляет собой множество возможных миров, в которых пропозиция, которая обозначает предложение истинно. Таким образом, если у нас какое-то множество предложений и какое-то другое… То есть, если какое-то множество предложений гамма описывает, скажем так, выполняется в некотором множестве миров, и в этом же самом множестве миров выполняется некоторое предложение B, то это у нас означает, что множество предложений гамма и… Прошу прощения. И предложение B имеет одно и то же содержание. И это значит, что если мы с помощью этого подхода моделируем знания и убеждения, то тогда у нас, согласно модели, если какой-то агент знает множество предложений гамма в некотором мире W, то есть он знает всякое предложение, которое входит в гамма, и все это множество предложений вместе логически влечет какое-то новое предложение A, то тогда этот агент, поскольку содержание предложения A не отличается от содержания предложений гамма, согласно модели, агент должен знать у нас также и предложение A. А это значит, что любой агент знает все логические следствия своих знаний. И то же самое для убеждений. И в частности, любой агент знает все логические и математические истины, потому что логические и математические истины – это необходимые истины, то есть они выполняются во всех без исключения возможных мирах, а значит, чтобы какое бы множество миров не было содержанием знаний агента, в нем все равно будут выполняться эти истины. И более того, агент знает все следствия своих знаний еще и с необходимостью, то есть во всех мирах. Как говорит Джега, эта ситуация, очевидно, не соответствует действительности, потому что реальные агенты не знают автоматически все следствия своих знаний, и он приводит четыре контрпримера из жизни того, которые показывают, что этого в действительности не происходит. Первый пример – это проблема Гольдбаха, которая заключается в том, истинно ли, что каждое натуральное число больше двух является суммой двух простых чисел. С точки зрения семантики возможных миров, поскольку это предложение либо необходимо истинно, либо необходимо ложно, каждый из нас должен знать решение проблемы Гольдбаха. Но, однако же, мы не знаем этого. Никто из нас не знает. Второй пример касается шахмат. Джега описывает вариант игры, когда ничья засчитывается за победу черных, и таким образом каждая партия заканчивается необходимой победой либо белых, либо черных. И, как он говорит, математически доказано, что в каждый момент один из игроков имеет выигрышную стратегию. И если бы игроки знали, какая стратегия для них является выигрышной, то они, естественно, следовали бы ей всегда. И тогда каждый игрок имел бы возможность выигрывать не менее половины игр, вне зависимости от того, кто его противник. Мы хорошо знаем, что дело обстоит в реальности совсем не так. Люди играют в шахматы по-разному. Ни один игрок, по всей видимости, человеческий, не играет так, чтобы совсем никогда не делать ошибок. И в зависимости от того, насколько игрок опытен, насколько он овладел правилами и стратегией игры, количество ошибок может сильно различаться. Третий пример касается Фрегги, известной истории о том, как он написал 565-страничную книгу основоположения арифметики, где изложил логицистские основания математики и собирался издать эту книгу. И в этот момент ему пришло письмо от Рассела, который написал ему о парадоксе, выведенном на основании основного закона 5, который Фрегги использовал в своей книге и считал его надежным, настолько, чтобы использовать его в качестве основания математики. И, как говорит Джега, если бы Фрегги знал все следствия тех посылок, которые он принимает, он знал бы также, что основной закон 5 приводит к противоречию. И, естественно, он бы тогда не стал писать эту огромную книгу, не собирался бы ее опубликовать. Но все произошло вот так, значит, Фрегги не знал. Последний пример касается уже не формальных вещей, а техники. Значит, Джега говорит о методе, который называется проверка на модели. Он говорит, что этот метод используется в индустрии, чтобы установить, имеет ли система определенное свойство на определенной стадии своей работы. И для этого строится формальная модель этой системы. На этой формальной модели проверяется все множество ее возможных состояний. Поскольку множество состояний даже для достаточно простых систем может быть очень большим, то формализация как раз помогает нам в общем сделать явными все ее следствия. И часто бывает так, что проверка на модели показывает некоторые неожиданные недостатки дизайна, которые приводят к тому, что система выдает не тот результат, который был нужен. И если бы мы могли все это знать заранее, то никакая такая процедура проверки на модели нам была бы не нужна. Мы бы просто скорректировали эти недостатки в тот момент, когда они еще появлялись. Дальше Джего переходит к связанным проблемам. И первая из этих проблем – это убеждения. Поскольку с убеждениями мы имеем ситуацию в точности аналогичную ситуацию со знанием, а именно мы моделируем убеждения как множество возможных миров, точнее, содержание убеждений, и получается, что логически эквивалентные предложения, в которых убежден агент, имеют своим содержанием одно и то же множество возможных миров, то агент должен быть убежден во всех следствиях своих убеждений. Значит, мы можем привести те же самые, в общем-то, контрпримеры по отношению к данному случаю, как и мы приводили к случаю знания. Ну вот, в частности, пример с Фрегги. Очевидно, что Фрегги, когда, до того, как получил письмо Рассела, был убежден в истинности основного закона 5, несмотря на то, что этот закон, из этого закона можно вывести противоречие. И, как говорит Джего, даже больше здесь проблем, потому что, в отличие от знания, убеждения в противоречащих друг другу вещах вполне возможно, и у реальных агентов такое часто встречается. Но из противоречия, согласно законам логики, следует все, что угодно, а значит, мы должны приписать такому агенту убеждение во всех пропозициях сразу. Но даже если какой-то из агентов имеет противоречащие друг другу убеждения, мы не рассматриваем его как такого, который тем самым убежден во всем. И это значит, что мы как-то не так моделируем его убеждения. И Джего даже говорит, что такие вот противоречащие друг другу убеждения могут, агент может придерживаться, их даже вполне обоснованно. Вот, например, некто Билл является заядлым читателем научно-популярной литературы, и оттуда он узнал основы квантовой механики и общей теории относительности. Как ни специалист, Билл не в курсе всех деталей, но он доверяет науке, и он обоснован в этом доверии, и поэтому он считает обе теории истинными. Однако он не знает, что эти теории противоречат друг другу применительно к простасово-временным сингулярностям. Вот. Значит, следующая проблема, которая касается Джего, это проблема информативности. С точки зрения семантики возможных миров, все логические и математические истины не информативны, то есть в них нет ничего нового ни для одного агента. Но опять же, поскольку логические эквивалентные предложения им приписываются в качестве содержания одно и то же множество миров, значит при переходе от одной истины к другой никакого нового ограничения на это множество миров мы не получаем. То есть мы не узнаем с точки зрения модели никакой новой информации. Но это опять же противоречит жизненному опыту. вот в частности, Джего приводит такие контрпримеры. Первый контрпример он берет у Дамита, который говорит, что ну, очевидно, что никакого логического всеведения нет, в частности, когда человек изучает логику, это можно увидеть. Вот он говорит, студенты, которые успешно усваивают таблицу истинности для импликации, бывают удивлены, когда узнают, что для любых двух предложений А и Б всегда либо истина А имплицирует Б, либо истина Б имплицирует А. Второй контрпример он говорит о теореме Левенгейма Сколлима, о том, как Сколлим, когда он узнал теорему, которую изначально, значит, выдвинул Левенгейм и даже нашел впервые ее корректное доказательство, он был, тем не менее, весьма задачен самим утверждением теоремы настолько, что счел результат парадоксальным. Начиная с посылки, что каждое выполнимое предложение в счетном языке имеет счетную модель, эта теорема утверждала, что теории, предполагающие существование несчетных множеств, если они не противоречивы, имеют счетные модели. Третий пример связан с тем, как субъективно воспринимаются математиками и логиками процессы, которые приводят их к тому, чтобы доказывать какие-то новые математические или логические истины. Вот Эндрю Уайлз описывает его ощущения от работы над доказательством последней теоремы Ферма. Описание 2000 года. Вы входите в первую комнату особняка, и она полностью темна, вы блуждаете вокруг, спотыкаясь об обстановку и постепенно узнаете, где расположен каждый из предметов. В конце концов, после шести месяцев или около того, вы находите выключатель, нажимаете на кнопку и все вокруг освещается. И вы можете увидеть, где именно вы были. Джага говорит, что мы, конечно, не должны безоговорочно доверять феноменальным описаниям математиками и логиками своей работы. И тем не менее, за этими описаниями очевидно стоит некоторый опыт, и мы должны этот опыт как-то объяснить. И третья проблема, которая с точки зрения Джага связана с проблемой логического всевидения, это проблема содержания. Поскольку, опять же, логические, эквивалентные пропозиции тождественны с точки зрения семантики возможных миров, предложения, выражающие логические, эквивалентные пропозиции, имеют одно и то же содержание. Но они могут быть о разных вещах, их могут делать истинными различные факты. И, по крайней мере, как для нас является привычным думать о том, о чем говорят предложения и в силу каких фактов они истинны, такой вывод является контринтуитивным. Вот примеры. Рассмотрим предложение код хитер или код не хитер. И сравним его с предложением ровер храпит или ровер не храпит. поскольку оба этих предложения представляют собой дизъюнкции вида а или не а, истинны во всех мирах. Каждая из них. Однако они включают в себя разные составляющие. В частности, первое предложение это явным образом предложение о коте и, может быть, еще о хитрости. А второе предложение это предложение о ровере и, может быть, о храпе, но никак не о коте. Точно так же, если мы сравним предложение код хитер и предложение код хитер и 1 равно 1, мы будем вынуждены сказать, что они выполняются ровно в тех же самых обстоятельствах, в одних и тех же, и тем не менее первое предложение является предложением о коте, а второе о коте и единице. Что касается того, какие факты делают предложения истинными, рассмотрим следующий пример. Первое предложение – код существует или код не существует. Второе предложение «ровер» существует или «ровер» не существует. Как говорит Джега, интуитивно самым простым и минимальным трусмейкером для первого предложения является сам кот, а для второго предложения его трусмейкером является «ровер». И, ну, очевидно, что это разные трусмейкеры. Таким образом, Джега приходит к тому, что существует какой-то компонент содержания, который не схватывается с семантикой возможных миров. И он этот компонент называет гиперинтенсиональным. Определение состоит в том, что оператор «О» интенсионален, если только если предложения вида «О», «А» и «О», «Б» материально эквивалентны всегда, когда сами предложения «А» и «Б» логически эквивалентны, но не всегда, когда они только материально эквивалентны. Примеры интенсиональных операторов – это необходимо что, возможно что, и логически истинно что. Значит, ну, все мы знаем, что эти операторы как раз для них хорошо работает семантика возможных миров. Операторы, которые, будучи применены к логически эквивалентным предложениям, дают различные предложения по определению Джега гиперинтенсиональные. И он говорит, что гиперинтенсиональными операторами являются, какой-то агент, то есть имя агента далее знает что, имя агента убежден что и информативно что. И он говорит, что если мы, как предполагается, содержательно думаем о невозможных ситуациях, то и даже само по себе думание без указания какой-то дополнительной модальности оно должно быть гиперинтенсионально. Потому что мы можем думать, по крайней мере, о некоторых логически невозможных ситуациях без того, чтобы думать обо всех логически невозможных ситуациях сразу. Как можно выйти из сложившейся ситуации? Джега, он говорит, что могут быть тут три варианта. Во-первых, мы можем отказаться от идеи гиперинтенсиональности, знания, убеждения, информации и содержания. И все-таки сказать, что они адекватно схватываются семантикой возможных миров, а все вот эти вот эффекты приписать, ну, я не знаю, там, прагматике или чему-нибудь еще. Во-вторых, мы можем принять гиперинтенсиональность и отказаться от семантики возможных миров в пользу какого-то другого подхода. И в-третьих, мы можем принять гиперинтенсиональность и рассмотреть способы расширения семантики возможных миров так, чтобы гиперинтенсиональность была в нее включена. С точки зрения Джега первый вариант неприемлем. Вот он собирается это обосновать ниже в этой главе. Второй вариант, он считает нежелательным, потому что, как он неоднократно утверждал, семантика возможных миров является лучшим концептуальным каркасом из имеющихся у нас для формализации таких вещей, как содержание. И если мы от нее откажемся, то это будет... Ну вот он это описывает поговоркой «выплеснуть ребенка вместе с водой». Значит, проще говоря, мы потеряем слишком много, больше, чем мы можем себе позволить. И третий вариант, поэтому он считает предпочтительным и обещает в будущем показать, как это может быть реализовано. Вот, дальше снова обоснование того, почему знания, убеждения и содержания являются гиперинтенсиональными. И он начинает подробно разбирать, что такое рациональные отношения, он их называет. Ну вот словом «отношения» здесь переводится «attitudes», не «relations», конечно же. Вот. Значит, он начинает с критики взглядов других исследователей, которые тоже занимались этой проблемой. А именно он ссылается на работу Сталнекера «Inquiry» 1984 года, это работу Льюиса «Logic of Equivocation» и «On Plurality of Worlds», тоже Льюисовская же. Значит, эти люди говорят, что анализ понятий, знаний, убеждений и содержания в терминах семантики возможных миров является в целом корректным, и нам нужны просто какие-то дополнительные средства для того, чтобы в рамках этого концептуального каркаса избежать проблемы логического всеведения. А также рассматривать логическое рассуждение как информативное и все вот эти вот связанные задачи. Вначале он излагает позицию Сталнекера, согласно которой знания и убеждения представляют собой диспозициональные состояния рационального агента. То есть агент расположен действовать для удовлетворения своих желаний, какими бы они ни были так, как если бы он находился в мире, где содержание знаний и убеждений, то есть какая-то пропозиция, в которую он знает или в которую он убежден, будет истинным. Сам Сталнекер называет свой подход прагматистским, Джего называет этот подход функционалистским. Но тут существуют какие-то тонкости, действительно ли это функционализм или это диспозиционализм, но они не имеют отношения к делу, мне кажется. Главное, что диспозиции, с помощью которых интерпретируются модальности знаний и убеждений, играют роль в причинном объяснении поведения агента, наряду с состоянием внешнего мира. Как говорит Сталнекер, его идея состоит в том, чтобы приписать содержанию репрезентации просто ту самую структуру, которая обусловлена прагматическим подходом к функциональной роли репрезентации. Поскольку функциональная роль репрезентации состоит, с его точки зрения, в том, чтобы объяснять поведение, или, точнее, играть роль в объяснении поведения, то поведение структурировано с помощью развлечения альтернативных возможностей, то эта же структура альтернативных возможностей и развлечений между ними должна с его точки зрения быть структурой содержания репрезентации. Как он говорит, проблема логического всеведения не является проблемой именно семантики возможных миров или какого-либо другого определенного подхода. Она является проблемой сама по себе, вообще для всех подходов, потому что мы не понимаем, что это вообще значит, что агент убежден, что P, не будучи убежденным при этом, что Q, где P и Q означают необходимые эквивалентные пропозиции. Как говорит Сталнекер, мы должны объяснить именно это, и тогда мы можем это объяснение добавить к уже имеющемуся формальному подходу, и все будет хорошо. И тоже касается проблемы информативности дедуктивного рассуждения. Далее Джега говорит, что Льюис тоже придерживается сходной точки зрения, и он это объясняет, Льюис, в терминах фрагментов убеждений. Он говорит, что система убеждений агента распадается на несколько перекрывающихся фрагментов, и разные фрагменты актуализируются в различных ситуациях. Так что вся система убеждений никогда не проявляет себя единомоментно. И агент может иметь несовместимые друг с другом убеждения, именно потому, что такие убеждения никогда не принадлежат к одному фрагменту. Можно с точки зрения Льюиса рассматривать каждый из фрагментов как отдельное состояние убежденности, и тогда вся система убеждений агента будет разделена на множество возможно перекрывающихся состояний. Далее Джега опять переходит к изложению точки зрения Сталнекера и говорит, что каждое из множества таких состояний убежденности можно отождествить с одним из рациональных диспозициональных состояний, которые постулирует Сталнекер. Агент может быть в различных состояниях в одно и то же время и действовать в соответствии с тем из них, которые соответствуют контексту. И агенту, следовательно, можно приписать убежденность в А, если и только если А истинно в соответствии хотя бы с одним из его состояния убежденности. И таким образом может быть так, чтобы агент был убежден, что А, и убежден, что Б, но не убежден, что А и Б, если А и Б принадлежат разным диспозициональным состояниям и никогда не актуализируются в одном и том же контексте. Далее Джега излагает работу в Пагина и Халпер на Belief, Awareness and Limited Reasoning, где под такой подход подводится формальный аппарат. Они называют эту концепцию концепцией локального рассуждения и, значит, локализуют это рассуждение на основе различия между психическими фреймами, так называемыми. Так я перевожу frames of mind. Каждому психическому фрейму агента ставятся в соответствии свои состояния убежденности. Как говорит Джега, каждый психический фрейм у этих авторов соответствует отдельному фрагменту системы убеждения у Льюиса. И рассуждение является локальным именно относительно психического фрейма. Вот это формализуется следующим образом. Вводится понятие модели для N-агентов. Это кортеж, состоящий из множества миров W, классической двузначной функции эвалюации, и N штук функций из W вот в такое множество множеств миров. Функция ставит в соответствии каждому миру, не пустое множество, не пустых множеств миров. И если Л-ИТА от W представляет собой вот такое множество миров Х-1 и Х-КАТА, то каждое Х-ЖИТА это множество миров, которые агент ИТА рассматривает как возможные из мира в житом состоянии. Иными словами, каждый Х-ЖИТА представляет собой одно из состояний убежденности одного какого-то агента. Значит, приписывание убеждений формализуется вот таким, значит, с помощью синтенциального оператора B. Он так вот его жирненьким пишет. И эта формула интерпретируется как агент и убежден в том, что А в некотором психическом фрейме. И формально формальные условия соответствуют соответствующие этой интерпретации таковы. Значит, если в мире W выполняется B и ИТА, если и только если для некоторого Х, принадлежащего Л и ТАТАВ и всех W' принадлежащих Ху, W' выполняется А. Далее Джега говорит, что понятие имплицитного убеждения тоже может быть определено в рамках этого подхода посредством извлечения информации из различных психических фреймов агента. А именно агент И имплицитно убежден, что А в мире W, если только если А выполняется во всех мирах, которые рассматриваются как возможные из W во всех психических фреймах этого агента. Формальное условие истинности имплицитное убеждение обозначает оператором жирное L. В мире W выполняется L и T от A, если только если для всех W' принадлежащих пересечению множеств L и T от W, то есть пересечению вот этих вот X' в каждом мире принадлежащем такому пересечению выполняется A. И если агент придерживается несовместимых убеждений, то пересечение будет пустым множеством миров и такому пустому множеству соответствует состояние убежденности во всем. и таким образом мы можем ему приписать имплицитное убеждение во всем, однако эксплицитные убеждения агента не замкнуты относительно следования и поэтому эксплицитного убеждения во всем мы ему приписывать не должны. И это легко проверить. В частности в этой системе может выполняться утверждение B и T A и B и T не A то есть агент и T верит что A и верит что не A хотя при этом не выполняется не может выполняться утверждение агент B и T верит что A и не A и более того согласно этой модели агенту не обязательно знать все следствия своих знаний и даже быть убежденным в этих следствиях то есть она не только для убеждений избавляет от проблемы логического всеведения но и для знаний однако все это работает только пока мы не рассматриваем общезначимые импликации потому что относительно общезначимые импликации убеждения в этой семантике замкнуто все равно то есть если агент и ты убежден что А и если импликация А имплицирует Б общезначимо то агент согласно модели рассматривается как убежденный что Б тем самым поскольку предложение А раз агент в нем убежден истина по крайней мере в одном состоянии убежденности этого агента и поскольку импликация общезначима в этом же состоянии истины и Б а поскольку это состояние является состоянием убежденности то это означает что у агента имеется убеждение тем самым также и в Б таким образом импликация Б и Т А следует Б и Т и Б общезначимо всегда когда А следует Б также общезначимо А имплицирует Б и тоже самое касается знания и мы должны сделать вывод что это семантика не дает возможности избежать всеведения применительно к общезначимой импликации и таким образом весь этот подход может лишь частично решить проблему логического всеведения согласно концепции фрагментарных убеждений агенту чтобы быть убежденным во всех следствиях своих убеждений нужно просто рассмотреть все посылки вместе в конъюнкции и как только он получит такую конъюнкцию он согласно модели сразу же будет иметь все ее следствия однако как говорит Джега это крайне контринтуитивно потому что основной вопрос состоит именно в том чтобы совершить логический переход очень часто мы можем очень часто мы описываем ситуацию как такую в которой агент рассматривает каждую из посылок и даже рассматривает их конъюнкцию но не может перейти к следствию от этой конъюнкции и таким образом нам надо приписать информативность самому дедуктивному переходу вот эта проблема эту проблему пытается решить в своей работе стал нейкер то есть он дополняет свой вот этот вот подход от фрагментов убеждений еще дополнительным подходом который Джега называет металингвистическим подходом стал нейкер говорит что проблема логического всеведения это частный случай проблемы дедукции и эту проблему дедукции он решает следующим образом он говорит что информация которая содержится в утверждениях относительно дедуктивного следования то есть металлогических утверждениях относится к тому какие пропозиции обозначаются данными предложениями то есть это информация о языке металингвистической информации вот например если предложение S означает какую-то пропозицию P то существует истинная пропозиция что S означает P как говорит Сталнегер именно эту вторую пропозицию может не знать агент и тогда он не будет знать что S истинно даже если предложение S и обозначаемая им пропозиция P это необходимые истины которые согласно модели каждый агент должен знать всегда и то же самое для случая убеждения Сталнегер объясняет разрыв между пропозицией и ее выражением тем что предмет убеждения то есть пропозиция как мы ее мыслим когда мыслим ее как истинную она грамматически не структурирована тогда как предложение имеет грамматическую структуру и поэтому агент может не распознать пропозицию в истинности которой он убежден особенно если форма предложения с помощью которого эта пропозиция выражается сложна по своей структуре вот он приводит такой пример значит выражение а имплицирует импликацию из импликации между b и a в b имплицирует что а имплицирует b все это крайне сложно для восприятия в особенности конечно если не видеть запись саму и как говорит сталнегер даже люди с образованием в области математики и логики не сразу могут распознать в этом предложении тавтологию и тем не менее если немножко подумать то мы увидим что это предложение необходима истинно резюмируя то что он говорит по поводу этого подхода джега говорит что с точки зрения подхода сталнегера всегда когда агент предположительно не знает некоторые необходимые истины он ее не знает в силу незнания значения предложения и далее джега говорит что с его точки зрения это тоже контринтуитивно потому что во многих случаях очевидно что проблема не имеет характера лингвистической проблемы вот он приводит два контрпримера во первых многие агенты могут понять утверждение что для всякого натурального числа большего двух нет таких различных целых ненулевых чисел x y z что x степени n плюс y в степени n равняется z в степени n то есть понять формулировку последней теоремы фирма могут многие и тем не менее вывод что эти люди тем самым знают что теорема фирма истина является нежелательным ну потому что много лет значит мы так же как и сейчас могли понять все ее формулировку вроде бы и в то же время мы не когда пока не было ее доказательства мы действительно не знали истина ли она и даже и сейчас когда доказательства существуют многие если они не знакомы с этим доказательством и вообще впервые видят формулировку теоремы они конечно же не знают тем самым что теорема истина и второй пример это приведенный высший пример про шахматы вот Джего говорит предположим что в какой-то момент белые находятся в тяжелом положении но имеют выигрышную стратегию сигма которая начинается допустим с хода ферзяна е7 и при этом ближайшие последствия хода ферзяна е7 это дальнейшая потеря фигур и в целом этот ход с точки зрения своих ближайших следствий не выглядит перспективным если мы обозначим множество правил игры R и описание текущей ситуации на доске S то получим значит что предложение R и S необходимо влечет предложение что сигма выигрышная стратегия и следовательно игроки это знают согласно в семантике возможных миров потому что игроки знают все необходимые истины и игрок белыми знает правила и одновременно думая над ходом он рассматривает конечно же текущую ситуацию на доске то есть он знает пропозицию которая обозначает предложение R и S однако он вполне вероятно не делает хода ферзем на E7 а вместо этого например сдается с точки зрения металингвистического подхода это объясняется тем что игрок белыми не знает значения предложения R и S необходимо влечет сигма выигрышная стратегия но когда мы воспринимаем описание этой ситуации для нас очевидно что факт незнания которого мешает белым победить это не лингвистический факт это не факт относительно значения этого предложения таким образом общий вывод по всему этому объяснительному подходу который делает Джега состоит в том что ни одно из предложенных решений не является удовлетворительным и что знания убеждения информация и содержание на самом деле являются гиперинтенсиональными понятиями неверно что можно автоматически узнавать или убеждаться в каждой логической или математической истине такие истины вполне могут быть информативными и иметь нитравиальное содержание и они не означают все одно и то же множество состоящее из всех возможных миров и он говорит что раз так у нас перед нами встает выбор либо нам отказаться все-таки от семантики возможных миров либо каким-то образом попытаться модифицировать этот подход так чтобы он мог предписывать различное содержание логически эквивалентным предложения Джека говорит что с его точки зрения отказываться от семантики возможных миров не надо потому что во первых как уже было сказано он считает этот подход самым успешным из имеющихся у нас до сих пор и говорит что это вообще говоря хорошая практика опираться на самые успешные из имеющихся подходов так делает вся наука и нам тут не стоит отклоняться от этой стратегии и во-вторых он говорит какие у нас существуют альтернативы таких альтернатив он называет две это во-первых синтенциальный или синтаксический подход к семантике и во-вторых концептуально ролевая семантика он рассматривает эти альтернативы последовательно и обе их отбрасывает что касается синтенциального или синтаксического подхода вот он тут значит приводит работы в которых достаточно репрезентативно этот подход воплощен значит этот подход рассматривает знает что ну и аналогично убежден что как бинарный предикат на первом месте этого предиката стоит имя агента на втором имя предложения и таким образом при замене на втором месте данного предложения на эквивалентное ему предложение мы получим что предикат может перестать выполняться и таким образом логического всеведения здесь нет вот он приводит пример чтобы пояснить как это работает он говорит назовем первое предложение романа Hartley The Go Between именем Лесли вот такое первое предложение прошлое это другая страна по-русски оно на русский она переводится значит вот мы пишем Лесли равно предложение прошлое это другая страна тогда формализации аскрипции Лео знает что прошлое это другая страна будет выражение К Лео Лесли Далее Лесли логический эквивалент на предложение прошлое это другая страна и для всякого n больше 2 нет таких различных целых ненулевых x и z что x в степени n плюс y в степени n равняется z в степени n поскольку теорема фирма как нам уже теперь известно является логической истиной то содержательно предложение прошлое это другая страна этому новому предложению действительно эквивалентно назовем это новое предложение фирма и однако ясно что с точки зрения синтенциального подхода из К Лео Лесли не будет следовать что К Лео фирма потому что предложения сами по себе разные и таким образом вроде бы мы решили задачу избегать логического всеведения однако как говорит Джега проблема в том что это не подход к значению про значение тут вообще не говорится ничего мы используем предложения и их имена но мы не говорим о том как от предложений перейти хоть каким-нибудь значением и уж тем более мы не говорим как нам сделать какую-то интенсиональность и тем более гиперинтенсиональность этот подход утверждает что скрипции имеют определенную логическую форму которая схватывается даже стандартной первопорядковой логикой если у нас есть какой-то аппарат для именования предложений закавычивания или как-то или какой-то другой однако стандартная первопорядковая логика полностью экстенсиональна никакой интенсиональности или гиперинтенсиональности тут нет и поэтому как говорит Джега тут нам не найти способа приписать значение и содержание предложения невозможно а также и объяснение того как можно о невозможном думать тем самым этот подход для решения его главной задачи бесполезен второй подход концептуально ролевая семантика вот он тут опирается опять же на работы Филда Хармона и других значит с точки зрения концептуально ролевой семантики значение репрезентации такой как предложение или отдельное ментальное состояние отождествляется с концептуальной ролью этой репрезентации в рассуждениях агента тут Джега здесь используется выражение в ментальной жизни агента ну мне кажется что слово рассуждение более понятным образом звучит значит поскольку могут быть эквивалентные предложения которые играют разную концептуальную роль то вроде бы можно использовать этот подход чтобы приписать этим предложениям различное содержание однако Джека возражает что концептуально ролевая семантика является теорией значения и содержания не в том смысле в каком является такой теорией семантика возможных миров она концептуально ролевая семантика объясняет не то что собой представляет отдельное содержание а то как отдельная репрезентация это содержание получает а если интерпретировать ее как теорию природы содержания то есть того что такое содержание что он собой представляет то она должна будет рассматриваться как разновидность теории значения как употребление ну логично если мы приписываем то есть если мы говорим что содержание это роль в рассуждениях то это означает что мы называем содержанием то как мы используем это предложение в частности содержание предложения содержание предложения будет состоять из тех репрезентаций из которых а может быть выведено и тех которые могут сами быть выведены из а в случае составных репрезентаций их содержание будет связано с содержанием частей посредством правил вывода Вот, например, мы можем использовать правила натурального вывода для того, чтобы объяснить, что такое содержание конъюнкции двух предложений. Вот эти правила, они достаточно известны. И таким образом концептуально-ролевая семантика рассматривается здесь как обобщение теоретико-доказательственной семантики. И теперь рассмотрим какие-то логические истины А и Б. Обе их можно вывести из любого множества формул гамма, и из них обеих можно вывести все другие логические истины и только их. Следовательно, с точки зрения концептуально-ролевой семантики, понятой вот таким образом, А и Б имеют одинаковое содержание. И тот же результат мы получим, если А и Б будут логически эквивалентными, но не будут сами логическими истинными. То есть мы оказываемся ровно в той же ситуации, от которой мы пытались уйти с семантикой возможных миров. У нас снова нет гипернациональности. И, значит, вывод, который делает Джега, состоит в том, что проблема гипернациональности является общей проблемой, а не проблемой отдельного подхода. И поэтому надо использовать просто, опять же, лучший подход из имеющихся, а это с точки зрения Джега семантика возможных миров. Но что же теперь делать? Он говорит, здесь у нас опять два варианта. Либо, значит, мы вводим различия между содержанием двух эквивалентных предложений с помощью различения их структуры. Действительно, предложения имеют понятную грамматическую структуру. Действительно, мы умеем эту структуру распознавать. И действительно, предложения... Ну, то есть действительно, очень часто, когда мы осуществляем дедуктивный переход между одним предложением и другим, мы его осуществляем путем преобразования структур. И второй вариант – это ввести дополнительные миры. То есть, если мы хотим различать содержание логически эквивалентных предложений и хотим по-прежнему говорить, что содержание представляет собой множество миров, поскольку множество возможных миров одинаковы, мы должны дополнить эти множества какими-то другими мирами, которые логично называть невозможными, которые будут различаться для первого предложения и для второго. Джага говорит, что в следующих главах он рассмотрит оба варианта. Первый вариант будет рассмотрен и отвергнут в главе 3. Аргументы в пользу второго варианта, который избирает сам Джага, будут даны в главе 4, а в главе 5 будет сконструировано понятие невозможного мира. Далее подход, который таким образом будет обрисован, будет использоваться для конструирования понятия эпистемического содержания, подходящего для анализа знаний, убеждений и информации. Это будет в главах 6.8. Последняя часть главы состоит в кратком подведении итогов. Я ее опущу. Спасибо. Уважаемые коллеги, я отвечу с удовольствием на ваши вопросы, если они у вас возникли. Спасибо, Аня. Доклад очень интересный и сложный. А что такое психологические или психические картриджи? Что-то у меня это не умещается. Ну вот, насколько я поняла, ситуация состоит в следующем. Значит, в каждом контексте с точки зрения вот этой вот теории фрагментарных убеждений, одним из вариантов которых является вот этот подход от фреймов. Значит, в каждом контексте агент имеет какие-то диспозиции поведенческие. Они могут быть даже противоречащими в различных контекстах. Главное, чтобы они не противоречили друг другу в одном и том же контексте. И вот это все множество диспозиций, которые имеет агент, значит, оно может быть объяснено с помощью приписывания ему различных пропозициональных установок, как это обычно называется, в том числе и некоторых убеждений. Так вот, каждое убеждение, оно принадлежит какому-то определенному фрейму, и мы не должны в рамках другого фрейма рассматривать его. Именно поэтому это формализуется вот так вот, как множество-множество возможных миров. То есть, если мы моделируем убеждения как множество возможных миров, то фрейм мы моделируем как множество-множество. Спасибо. Но причем здесь психология и психика, я все-таки не пойму. Мы должны каким-то образом убеждения обязательно связывать с чем-то психическим. Ну, насколько я понимаю, с точки зрения данного подхода психологическое объяснение как таковое представляет собой объяснение поведения в терминах ментальных состояний, мотивов и так далее. И одним из таких состояний является вот как раз состояние убежденности. То есть, это совершенно такой функционалистский подход, который не говорит о том, как эти состояния переживаются, имеется ли у них какая-то своя собственная антология. Это вот просто моделька такая, с помощью которой мы объясняем наблюдаемые феномены, то есть феномены поведенческие. Вот. Мне кажется, путание с пониманием некоторое может возникнуть из-за сложности с переводом на русский язык термина mind, потому что, да, действительно его можно распространенно переводить как психику, ну и там получаются фреймы психики, и тогда тащится действительно психологическое содержание в смысле психологии, как науки. Но в философии of mind, она же не философия психики, она, ну, философия, как у нас ее принято называть, сознание, ну, наиболее, наверное, такой не притаскивающий лишних коннотаций перевод, просто философия ментального. Ну и тогда фреймы ментального и психики из психологии у нас не возникает как каких-то лишних ассоциаций. Мне просто кажется, что нет никаких лишних ассоциаций, потому что психология как таковая, она не постулирует обязательно чего-то там, значит, нематериального, какой-то собственной антологии, она занимается объяснением поведения. Не, мне просто показалось, что у Дмитрия Владимировича затруднение и вопрос возник именно из-за психики. Ну да, я понимаю, да. Ну, собственно, слово «ментальное» кажется мне ничуть не лучше, чем слово «психическое». Мне кажется, ни то, ни другое нельзя рассматривать в качестве причины чего бы то ни было, и тем более в качестве причины знания. А почему это должно рассматриваться в качестве причины знания? Ну, а зачем оно тогда нужно? Оно нужно просто как объяснительный конструкт. И мы объясняем с помощью этого конструкта не знания, а поведения. Знание само с точки зрения данного подхода представляет собой один из вариантов ну, вот таких вот психологических состояний. Ну, как-то не совсем понятно все же. Спасибо. На улице идет дождь, я выглядываю в окно, вижу, что идет дождь, а мне надо в магазин пойти. Я беру с собой зонтик, я думаю, ага, идет дождь, значит, надо зонт взять, чтобы не промокнуть. А в другой раз я выглядываю в окно, там опять идет дождь, мне снова надо в магазин, но я тороплюсь, и поэтому зонтик я решаю не брать. То есть, с одной стороны, я убежден в том, что мне нужен зонт, чтобы не промокнуть, с другой стороны, мне зонт вообще не нужен, просто потому что я там в другом контексте нахожусь. Да, у меня другие убеждения в данный момент. Но при этом я не верю в конъюнкцию того, что мне нужен зонд и не нужен зонд одновременно. Потому что если бы я верил в конъюнкцию, то тогда бы я верил вообще в абсолютно во все с точки зрения семантики возможностей миров. А я не верю абсолютно во все. В общем, я сказал вот что. Вот это понятие вводится для того, чтобы различать между... То есть вводится вот это различие между разными фреймами убежденности, можно так, наверное, выразиться. И это позволяет объяснить, каким образом агент может быть убежден в чем-то одном и также быть убежден в чем-то противоположном, но при этом не быть убежден в конъюнкции того и другого. Я привел пример, что вот я выглядываю в окно, вижу, что там идет дождь, а мне надо зайти в магазин. И поэтому, ну то есть я верю, что мне надо взять зонд для того, чтобы не намохнуть. Вот, я беру зонд и иду в магазин. В другой момент я тороплюсь и я, например, думаю, что нет, зонд я брать не буду, потому что это слишком долго все. Вот, и иду в магазин. То есть поведение получается разное, да, и разные убеждения. С одной стороны, я верю, что мне зонд нужен, чтобы от дождя спасаться. С другой стороны, я, в общем-то, не верю в это. И при этом, поскольку эти убеждения относятся к разным фреймам, я не могу верить в конъюнкцию этих двух убеждений, этих двух пропозиций, которые противоречат друг другу. Иначе, если бы я верил в конъюнкцию двух пропозиций, то я бы верил абсолютно во все с точки зрения семантики возможных миров. А очевидно, я не верю в абсолютно все. Ну, так, тут только здесь конъюнкция немного других пропозиций. От дождя нужно спасаться и от дождя не нужно спасаться. Ну да. Хорошо, спасибо. Надо подумать, но все равно я как-то не уверен, что это разрешит сомнения в целесообразности привлечения ментального или психического. Ну, хорошо, спасибо. Ну, ментальное и психическое здесь привлечено, потому что мы наблюдаем некоторое поведение агентов. Агент себя ведет определенным образом, и исходя из его поведения мы делаем вывод относительно его убеждений. Вот и вся роль психического здесь больше никакой нет. Ну, то есть это что-то сродни тому, как когнитивные психологи крыс по лабиринту запускают и делают относительно этого какие-то выводы. Вот мы наблюдаем за поведением агентов, и поэтому мы делаем выводы относительно убеждений. А не проще ли сказать, что мы делаем выводы относительно пропозиции? Ну, мы не относительно пропозиции делаем выводы, а относительно того, верят или не верят в них наши агенты, за которыми мы устраиваем наблюдения. Ну, можно заменить принятие пропозиции. А зачем это делать, если у нас есть уже достаточно хорошо устоявшееся понятие убеждения? Ну, не знаю, насколько оно хорошо устоялось. Ну, в смысле того, что есть просто традиции употребления. То есть, конечно, содержание меняется от автора к автору, может быть, или от концепции к концепции, но как-то принято говорить об убеждении. Ну, хорошо. Хорошо, ладно. Спасибо. А ещё тогда такой вопрос возникает. Может быть, гиперинтенциональность это и есть производная, так скажем, «принятого» в кавычках? То есть, дело не в том, что утверждается, а в том, как принято говорить о том, что утверждается. Но тогда гиперинтенциональность становится чем-то, ну, так скажем, внешним, если не посторонним. Дмитрий Владимирович, не могли бы Вы немного подробнее объяснить Вашу мысль? Потому что пока мне не очень понятно, что Вы имеете в виду. Ну, вот мы имеем привычку говорить об убеждениях, верованиях, говорить о ментальном. Идея гиперинтенциональности, она должна нам, может быть, с точки зрения автора, эту привычку оправдать. А можно поставить вопрос о целесообразности соответствующей привычки. Ну, что, мы привыкли говорить о ментальном, об убеждениях, о верованиях. Также мы можем и отвыкнуть от них. Что случится тогда с гиперинтенциональностью? Что случится с объяснением поведения? Основной вопрос-то в этом. То есть нам нужны концепции знания, убеждения не просто потому, что они нам нравятся, а потому что они позволяют достаточно емко объяснять поведение. Мы не обязаны выдавать сразу всю информацию о диспозициях агента, что вот если он сегодня пойдет на улицу, то он возьмет с собой дождь. Но если он будет торопиться, то зонд он с собой не возьмет. А если что-нибудь еще случится, то он еще каким-нибудь третьим образом себя будет вести. Мы можем просто сказать, он убежден, что сегодня будет дождь. И вследствие какого-то более или менее регулярного употребления этой терминологии мы можем таким образом передать слушателю информацию о диспозициях агента в очень емкой форме. И что самое удивительное, мы умеем даже понимать эту информацию, то есть воспринимать ее достаточно адекватно. Мы понимаем, чего ждать от человека в различных ситуациях, который думает, что сегодня будет дождь. И задача семантики состоит в том, чтобы объяснить, что же мы такое понимаем, как мы это понимаем. Ну да, с этим можно согласиться. То есть, если вспомнить классические примеры, там, Льва Толстого, Достоевского, они именно так пытались объяснять поведение своих героев. Ну, хорошо, спасибо. А ни у кого не возникло, вот по поводу того фрагмента, где Джегор рассуждает о концептуально-ролевой семантике, впечатление какого-то передергивания, как будто бы вначале он говорит, что концептуально-ролевая семантика должна подходить для решения его задач, а потом что-то раз-раз, значит, давайте рассмотрим ее таким-то образом. И вот если мы ее так рассмотрели, то у нас получилось, что это, значит, разновидность теоретико-доказательственной семантики, а вот у нас, значит, теоретико-доказательственная семантика опирается на правила вывода, а вот правила вывода логические, и таким образом у нас, значит, опять получается, что логические эквивалентные предложения обладают одним и тем же содержанием. То есть вначале мы как будто бы говорили, что все эти, ну, в кавычках, правила вывода, а на самом деле просто склонности рассуждать тем или иным образом, они присущи каким-то, какому-то определенному агенту и могут быть вовсе даже и не сформулированы им никак. Это просто то, как он действует, лично он. А потом раз, и мы пришли, значит, к формальным правилам, и опять же у нас, значит, разговор про логическую эквивалентность. Как будто бы это из каких-то разных контекстов термины и приемы. Такое у меня впечатление было при чтении. То есть некоторое смешение, так скажем, правил и стратегий получается, да? Ну, получается, да. Я бы сказала, даже правил и привычек. А может быть, это даже хорошо, подобное смешение? Не знаю, я затрудняюсь. Наверное, нужно как-то более конкретно вписать, необходимы ли жесткие границы между правилами и стратегиями в рамках тех проблем, которые рассматриваются. Ну, как бы на нижнем уровне, конечно, необходимо проводить разграничения между правилами и стратегиями. А иногда, может быть, уместно трактовать стратегии как правила, но как правила индивидуальные. Ну, тут дусмысленность, конечно, может возникнуть в отношении самого понятия правила. Вообще, когда я немножко интересовалась концептуально-ролевой семантикой, у меня создалось впечатление, что это совершенно холистический такой подход. То есть, поскольку роль какой-то репрезентации рассматривается по отношению ко всем остальным репрезентациям, которые агент использует в выводе, то, изменив какие-то склонности агента делать вывод с помощью одной репрезентации, мы изменяем тем самым значение всех остальных. И это как-то не похоже на то, как обычно мы используем правила. Потому что если мы изменим одно правило, то тем самым мы ничего не сделаем со всеми остальными. Ведь правда же? В общем, позиция Джега относительно концептуально-ролевой семантики мне не показалась какой-то передергивающей или непоследовательной. По поводу комментариев, который только что прозвучал, мне кажется, что концептуально-ролевая семантика является холистической, только когда мы рассматриваем ее как то, что приписывает содержание некоторым репрезентациям, а не как у Джега различия проводятся. Что такое вот это вот значение какое-то? Когда мы говорим о том, что... Ну, то есть когда мы описываем концептуально-ролевую семантику, то есть строим теорию какой-то концептуально-ролевой семантики, то у нас, в общем-то, никакого холизма, как мне кажется, нет. Ну, мне не удалось понять из объяснений Льва, почему у Джега все в порядке. Если кто-то мне попробует объяснить еще более развернуто, или сам Лев будет хорошо. Ну, вот если сравнить концептуально-ролевую семантику и семантику возможных миров, то мы заметим вслед за Джега следующее. Семантика возможных миров дает нам некоторую общую, ну, не знаю, как бы общий набор инструментов для того, чтобы характеризовать убеждения, знания, содержание и вот так далее. Все вот эти вот понятия. С другой стороны, семантика, концептуально-ролевая семантика, если мы ее в стандартном варианте пытаемся использовать, то она описывает скорее то, как некоторые репрезентации получают свое содержание. Некоторые репрезентации получают свое содержание благодаря тому, какую роль она выполняет в языке. И здесь, конечно же, будет абсолютно холистский подход. Но это не то, что мы хотим. Нам нужно объяснить, ну, то есть нам нужно построить, подобно тому, как это делается в семантике возможных миров, некоторую, не знаю, некоторый концептуальный каркас, что ли, если хотите, или теоретический каркас для объяснения, максимально широкого объяснения понятий, убеждения, знания, содержания и всего вот этого. Для этого концептуально-ролевая семантика в ее привычной форме не подходит, потому что она касается некоторой конкретики. Нам нужна более общая, более общий вариант, который основывается на концептуально-ролевой семантике. И этот вариант – это теория значения как употребления. Здесь мы можем уже говорить о том, что убеждения – это то-то и то-то. Ну, как, например, в семантике возможностей миров, мы говорим, что убеждения – это множество достижимых миров для определенного агента, эпистемически возможные и так далее. То есть у нас есть вполне себе нормальный аппарат для того, чтобы определить, что же такое убеждение вообще. Не какое-то конкретное убеждение, какого-то конкретного агента, а что такое убеждение вообще. Вот с этой задачей в чистом виде семантика концептуально-ролевая не справляется. А вот если она обобщается до теории значения как употребления, до теоретико-доказательной семантики, тогда у нас получается, ну, то есть тогда мы можем это сделать, мы можем выполнить ту задачу, которую мы перед собой ставим. Но в этом случае у нас также возникает проблема логического всеведения, как это Джего, в общем-то, показывает в этой главе. То есть у нас появляются правила именно тогда, когда нам требуется какая-то общность, и именно посредством правил эта общность и достигается. Ну да, потому что каждый отдельно взятый агент, он может быть вообще какие-то свои собственные. Мало ли, как рассуждают агенты, они же не обязаны быть одинаковыми, в конце концов. У одного агента из пропозиции чтоа будет следовать пропозиции, чтобы у другого не будет, потому что он, например, не владеет моду спойлинс. Тогда получается, что это вообще уже не концептуально-ролевая семантика, а что-то совершенно другое. Ну да, это не конкретно концептуально-ролевая семантика, это некоторое обобщение. Как вот Джего говорит, что это обобщение до теории значения как употребления, это обобщение до теоретика доказательной семантики. Концептуально-ролевая семантика рассматривает частные случаи. Там, к сожалению, общей теории нет. Ну, опять же, теория значения как употребления, мы можем понимать ее по-разному. И если взять там какой-нибудь Вигенштейновский вариант поздний, там вообще получается, что все правила, они растворены в практике. У нас никогда нет правила в явном виде. и тогда, ну, тогда у нас и нет этой общности требуемой, потому что, несмотря на то, что все как-то употребляют слова, и все каким-то образом эти слова понимают, тем не менее, все равно, каждая практика, она погружена в какой-то контекст, и в другом контексте может быть совершенно другой. Вот. А вот если мы говорим, что нет, давайте уйдем от контекста, давайте, значит, сформулируем универсальные правила, тогда, ну, тогда концептуальная роль становится не нужна. Тогда действительно есть просто правила употребления, и мы принимаем, что все агенты употребляют слова не как-нибудь, а по этим правилам. Нет, мне кажется, мы не обязательно предполагаем, что все агенты употребляют выражение именно по этим правилам. Мы просто говорим о том, что есть некоторые... Ну, то есть, вот, точнее, начну с более отдаленной, как бы, вещи. Если брать конкретно Витгенштейна, то у него каким-то замечательным образом оказывается смешана, с одной стороны, концептуально-ролевая чистая семантика, да, когда он говорит о том, что правила растворены там в языке, да, когда вот он все вот это вот описывает, что там нет никакого, там нет ничего общего, но это связано с его метафилософскими воззрениями, да, он там, как известно, говорит о том, что философия не является теорией, она теории никакие не дает, и вообще он против догматизма выступает, если бы теория отдавала... Ну, то есть, если философия отдавала теории, она была бы догматичной, и поэтому была бы плохой, настолько плохой, что ее следовало бы отвергнуть. И сам он пытается действовать антидогматичным образом. Вот, но тем не менее, его подход все равно позволяет как-то задать некоторые границы. Пусть эти границы будут размыты, но тем не менее, границы мы все равно задаем. Мы можем сказать, что значение — это употребление, например, да. Вот, мы определили кое-как понятие значения. То есть, какое-то определение мы все равно дали. Пусть оно и не очень четкое, не очень точное, но тем не менее, такое общее понятие мы смогли определить. Когда же мы рассматриваем вот... Ну, то есть, пытаемся перейти на еще более общий уровень для того, чтобы нам определить все остальные интересующие нас понятия, то мы вынуждены говорить вот об этих правилах. Но при этом, как мне кажется, мы не предполагаем, что отдельно взятый агент, конкретный агент, обязательно употребляет выражение в соответствии с этими правилами. Он может какие-то правила не знать, и поэтому он их не использует. Вот как я сказал, что там какой-то агент, например, убежден, что А, и убежден, что из А можно вывести Б, а другой агент, например, нет. Почему? Потому что этот второй агент не умеет по моду Столлинс делать вывод. То есть, он логику, например, не изучал, и он поэтому не знает, что есть такой способ вывести, получить заключение. То есть, он не владеет каким-то правилом, и поэтому он действует немножко по-другому. Но тем не менее, мы можем говорить, что такое правило в принципе есть, и некоторые агенты им пользуются. Но суть-то наша как бы не о том, чтобы о каждом отдельно взятом агенте что-нибудь сказать. Мы хотим для начала некоторую общую теорию получить. Вот в общей теории нам приходится говорить о том, что такие правила есть, хотя не все агенты их используют. Ну, если мы предположим, скажем, что имеется некоторое правило, которое... То есть, агенты его знают и намерены ему следовать, но предположим, что в каком-то отдельном случае, там, в случае, когда, например, его требуется употребить, применить к какому-то очень сложному предложению, или там само правило может быть очень сложным, многоступенчатым. Просто предположим, что есть какой-то отдельный конкретный контекст, в котором, ну, большинство агентов делает ошибку. Предположим, что это одинаковая ошибка в употреблении, значит, в применении этого правила. С точки зрения концептуально-ролевой семантики, вот в том привычном смысле, с которого Джега начинал, мы должны сказать, что значение этого выражения должно исчисляться, исходя из фактического употребления его агентами. Если у нас, ну, прям подавляющее большинство агентов делает ошибку, значит, эта ошибка и является, значит, способом употребления данного выражения. С точки зрения же второго подхода, второго взгляда на концептуально-ролевую семантику, получается, что вопреки фактическим стандартам употребления мы должны сказать, что все равно значение должно исчисляться, исходя из правила. Вот в этом смысле я вижу расхождение. Ну, мне тоже. То есть я соглашусь, что здесь расхождение имеет место. Единственное, как мне кажется, это особенность концептуально-ролевого подхода, чтобы такие расхождения, в принципе, возникали. Ну, то есть агенты на то и являются рациональными и социальными существами, и поэтому концептуально-ролевая семантика для них хорошо может применяться. То есть у нее, в принципе, есть какое-то основание для ее применения, потому что эти агенты могут общаться друг с другом, у них основная цель взаимодействия, ну, то есть высказывание чего-то, это коммуникация. И более того, агенты могут договариваться относительно того, какие правила они будут использовать. Ну, то есть если брать конкретно там Виттгенштейна, да, там получается, что парадокс следования правил решается, ну, как бы, каким-то в некотором смысле замалчиванием, да. То есть мы просто взаимодействуем с другими людьми, и все. Ну, и в ходе этого взаимодействия правила уточняются. Да, когда мы хотим какую-то общую теорию, мы вынуждены абстрагироваться от конкретных вот этих вот употреблений, да, и постулировать какие-то общие правила. И тогда поведение агентов будет неправильным относительно этих правил. Иногда. Ну, как бы тут нам приходится, как теоретикам, всегда взвешивать в этом, ну, плюсы и минусы, и в этом может быть, с одной стороны, преимущество, с другой стороны, недостаток концептуально-ролевого подхода. Мы не можем к истинности какой-то объективной обратиться. В целом понятно, спасибо.